Привет, друзья! Стас Пьеха – красавец-певец с глубоким бархатистым голосом, атлетической фигурой и известной фамилией, представитель знаменитой артистической династии. Конечно, к творческой биографии Стаса немало приложила руку его звёздная бабушка Эдита Станиславовна, но таланту у музыканта не отнять. Начиная с прорыва в фабрике звёзд, личная жизнь молодого импозантного мужчины стала интересовать не только журналистов, но и многочисленных поклонниц, мечтавших о завидном женихе. Сколько сердец было разбито с той поры. Зато официальную жену Стасу Пьехе удавалось долгое время бережно скрывать от внимания публики. Но для начала подписывайтесь на канал, не забывайте ставить лайк, а мы расскажем, как живёт Стас Пьеха, сколько он зарабатывает, в какой квартире живёт артист и какие суммы денег ему необходимы для комфортной жизни. Стас Пьеха Стас Пьеха появился на свет 13 августа 1980-го в Ленинграде. Случилось так, что ещё в раннем детстве родители Стаса, певица и актриса Илона Броневицкая и джазовый музыкант Пятрас Герулис, литовец по национальности, развелись. И его мама, увлечённая организацией собственной карьеры и налаживанием личной жизни, передала ответственность за воспитание сына его бабушки. К сожалению, в 7 лет мальчик уже попробовал курить, рано начал встречаться с девушками и даже успел пожить в детском доме. Имеет Пьеха опыт общения с запрещенными препаратами. Уже к 15 годам у подростка сформировалась зависимость от алкоголя. Для того, чтобы вырвать парня из лап зависимости, потребовалось не меньше 10 лет. Каким только способом не прибегали близкие, капельницы, препараты и даже бабки-знахарки. Мальчик не только переехал жить к дите Станиславовне, но вскоре получил её фамилию и стал частенько появляться на сцене в её концертах. А когда очевидная одарённость Стаса потребовала профессионального развития, парень поступил на обучение в хоровое училище Ленинградской капеллы имени Глинки. Однако спустя некоторое время молодой человек вдруг решил посвятить себя красоте и отправился в Испанию учиться на стилиста. Тогда же Стас шлифовал не только свои навыки музыканта и стилиста, но и формировал тело, которое через несколько лет будет сводить с ума большую женскую половину населения России. В жизни Пьехи был период, когда он, работая парикмахером, выступал в барах и ресторанах с музыкальной группой, поражая и восхищая гостей своим вокальным талантом. В 2004-м в профессиональной биографии Пьехи выпал «Звёздный час». Начинающий артист стал участником национальной кузницы талантов «Фабрика Звёзд 4». Став одним из самых блестящих учеников-финалистов, Стас, помимо финансовой и продюсерской поддержки, связи и полезных знакомств в мире шоу-бизнеса, получил ещё известность и целую армию фанатов самых разных возрастов. С того момента судьба Стаса и музыка переплелись в единое целое. Невероятные дуэты с мэтрами отечественной эстрады, такими как Григорий Лепс, Валерия, Слава, множество премий за заслуги, активно-профессиональная деятельность на телевидении в качестве ведущего, наставничество в украинском проекте «Голос» и множество восхитительных песен и клипов. Станислав с первого момента успеха стал объектом пристального внимания прекрасных дам. Среди скоротечных романов Стасу приписывали отношения с известными общепризнанными красотками Тамарой Смирновой, Марией Кожевниковой, Викторией Бонней, Елизаветой Клюсько, Ольгой Ломакиной. Однако официального подтверждения от самого певца не последовало. С 2013-го Пьеха стал появляться на мероприятиях с красавицей-блондинкой Натальей Горчаковой. Молодые люди познакомились на одной из звёздных тусовок, почти сразу поняли, что влюбились. В сентябре 2014-го в уютном уголке Испании состоялась скромная церемония бракосочетания. Модель Наталья Горчакова стал официальной женой Стаса Пьехи. На тот момент пара уже стала родителями малыша Пети. Девушка мечтала о востребованности в сфере искусства, а благодаря Стасу её карьера пошла в гору. В 2016-м в СМИ запестрили заголовки о разрыве одной из самых красивых пар отечественного шоу-бизнеса. Станислав называет причиной разлада неготовность к ответственности за семью и тотальной творческой занятости певца. Однако многие поклонники и репортеры связывают расставание Стаса и Натальи с пагубными пристрастиями Пьехи, его зависимостью к запрещенным веществам, с которой артист долгое время боролся и всё же победил. Игры с запретными препаратами и алкоголем закончились тем, что до 30 лет Стас перенёс три инфаркта. Но судьба оказалась милостива и дала Стасу второй шанс. Он взялся за голову, решил пересмотреть свой образ жизни и даже заняться бизнесом. В 35 лет он пришёл к тому, что открыл наркологическую клинику. Здесь и пригодился накопленный за годы лечения опыт. Помимо медикаментозного лечения, Стас в своей клинике предлагает и курс физиотерапии и психотерапевтической поддержки. Чтобы иметь представление о недуге изнутри, Станислав даже получил медицинское образование на курсах. Единственный на сегодняшний день наследник Стаса Пьехи родился 22 марта 2014 года. Мальчика зовут Петром. Тайна его рождения долгое время хранилась всей семьёй Стаса Пьехи. И лишь когда проболтался его сценический крёстный отец Виктор Дробыш, а журналисты застукали музыканта с малышом на руках и сопоставили факты, Пьехи ничего не оставалось, как официально поделиться радостной новостью об отцовстве. Теперь сын Стаса Пьехи – один из главных героев инстаграм-странички своего звёздного папы. Сейчас Наталья Горчакова с их со Стасом сыном постоянно живут в пригороде Санкт-Петербурга, а Станислав живёт и работает в Москве. Роль папы, хоть и воскресного, Пьеха выполняет серьёзно и с удовольствием, полностью обеспечивая ребёнка и его мать финансово, и принимая посильное участие в воспитательном процессе. Наталья и Стас сохраняют хорошие дружеские отношения. Стас по-прежнему старается не пускать в своё частное пространство посторонних. Несмотря на то, что брак с Натальей Горчаковой, матерью его единственного ребёнка заключён в Испании и по всему легальной силы в России не имеет, тем не менее свой статус Пьеха определяет как женат, и разводиться не собирается. Да и никаких очаровательных особ, претендующих на роль возлюбленной музыканта, рядом с ним не наблюдается. Певец живёт на 18-м этаже элитного жилого комплекса на севере Москвы. Из окон его квартиры открывается красивый вид на столицу. Каждый вечер Стас Пьеха видит, как зажигаются огни Арбата и Москва-Сити. Площадь квартиры-исполнителя составляет 103 квадратных метра. Дома у Пьехи есть гостиная, спальня, кухня со столовой и два санузла. Стас шутит, что у него самая деревянная квартира в Москве. Ему очень нравятся натуральные материалы, и при оформлении интерьера квартиры были использованы различные породы дерева, от дешёвых до самых дорогих. Квартиры у Стаса открыты планировки, но в качестве перегородок выступают колонны, которые отделяют зону гостиной от кухни и столовой. Гостиная – та часть квартиры, где Пьеха проводит большую часть времени. Здесь есть оригинальный зеркальный шкаф, где хранятся статуэтки ангелов, музыкальные награды и премии. В доме Стаса нашлось место для музыкальных инструментов. Это барабаны, игра на которых отлично помогает снимать стресс, и рояль, который стоит прямо перед телевизором. В уголке гостиной оборудован мини-спортзал. Здесь есть турник и тренажёры. Пьеха поддерживает себя в форме и часто публикует снимки тренировок в Инстаграме. Фишкой кухни является оригинальная люстра. Прямо на ней висят столовые приборы. То ли в шутку, то ли всерьёз, Стас Пьеха утверждает, что если редким гостям не хватает ложек или вилок, они могут взять прибор прямо с люстры. Квартира, где живёт Стас Пьеха, не единственное его приобретение за последние годы. Певец купил дом в элитном посёлке Подмосковья. Пьеха надеется, что в этот дом в скором будущем переедут Наталья с их сыном Петром. Медицинский центр – это не единственный источник доходов. Стас продолжает давать концерты. Сейчас Стас Пьеха относится к звёздам третьей категории. Доход за его корпоративы и концерты начинается от 5000 долларов и редко превышает 10000 долларов. Иногда молодой человек принимает участие в съёмках видеороликов и рекламе. На вопрос, сколько нужно денег музыканту, чтобы ни в чём себе и своей семье не отказывать, Пьеха дал точный ответ. «Мне нужно миллион в месяц, чтобы чувствовать себя комфортно. Миллион на карманные», – ответил Стас. Ежемесячно артист платит сыну Пете 350 тысяч рублей. Родителям он каждый месяц отправляет 500 тысяч рублей. Артист добавляет, что и на 300 тысяч спокойно бы прожил. Для него главное иметь хорошую машину. «У меня сейчас машина моей мечты – Mercedes-Benz S63 AMG Coupe. Автомобиль стоит около 13 миллионов. Я её купил, и мне мечтать больше не о чем. У меня квартира с видом на Москву, на которую тоже сам заработал. У меня есть одежда, которая мне нравится», – подчеркнул Пьеха. Гонорар какой публичной личности вы хотите узнать? Свои пожелания оставляйте в комментариях. Переходите на другие ролики нашего канала, подписывайтесь, нажимайте на колокольчик. До скорых встреч, пока!